Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, многоуважаемый Евгений Алексеевич Фархаев, директор Софринского предприятия, дорогие труженики, я хотел бы всех вас поздравить с праздником Святой Троицы и замечательно, что в этом году этот великий праздник совпал с настоящим библейским бриллиантовым юбилеем вашего директора. 75 лет – это настоящий юбилей. 70 лет – не юбилей, 60 лет – не юбилей, 65 – не юбилей. Юбилей – это дата, кратная 25. Вот первый юбилей – серебряный, 25 лет, второй – золотой, 50 лет, а этот мы называем бриллиантовым. Ну а следующий, люби ей, 100 лет, дай Бог нам всем дожить и поприветствовать Евгения Алексеевича на его столетие. Нет, не так ответили. Буду молиться, чтобы Господь преклонил милость и чтобы все это получилось. Попробовать здесь невозможно. Ну вот и хотел бы несколько слов сказать о Софрине. Вот восьмой год, как я несу послушание патриарха московского и всея Руси, я не так часто имею возможность посещать Софрина, но я здесь бывал, но что самое главное, я внимательно слежу и за продукцией, и за ее номенклатурой, и за ценами, за многими другими вещами. За ценами тоже. И за соотношением себестоимости цены тоже слежу. Так вот, должен вам сказать, что, конечно, предприятие очень сделало большой шаг вперед. Первая вещь, конечно, уникальное переоснащение. И ведь не в самое легкое время все это происходит. И сегодня мы знаем, что многие предприятия закрываются, возникают экономические трудности, а Софрина даже в трудное время переоснащается. Я хотел бы выразить благодарность всем нашим благодетелям, которые понимают значение Софрина и помогают нам в этом важном деле. Но моя, конечно, первая благодарность Евгению Алексеевичу, который видит и понимает, что нужно изменить, что надо переоснастить, куда нужно направить средства. Потому что те направления, которые сегодня модернизируются, они способны действительно изменить в дальнейшем и качество продукции, и номенклатуру, и многое другое, что нужно стремиться изменять к лучшему, для того, чтобы постоянно быть на самом высоком уровне производства. И хотел бы отметить еще одно обстоятельство. Вот развитие Софрина совпало с теми новыми условиями, в которых оказалась наша церковь. Мы открывали новые храмы и открываем их сейчас во множестве. Мы восстанавливаем порушенные храмы и продолжаем их восстанавливать. А за последние годы, вы знаете, что многократно увеличилось количество и партии Русской Православной Церкви. И все это требует, несомненно, требует увеличения, ассортимента и количества производимой Софриным продукцией. И вот если бы в свое время не было предпринято тех шагов, которые уже сейчас приносят добрый плод, то наши епархии не могли бы в полной мере опираться на производственные мощности Софрина, строя храмы, благоукрашая храмы и делая все то, что необходимо делать для того, чтобы поддерживать благочестие нашего народа. Благочестие таково, что богослужение в центре нашей жизни и все, что связано с богослужением, всегда народом нашим окружалось особым почтением, благоговением. Русские иконы, русская утварь, русские облачения, они производят неизгладимое впечатление на всех, кто приезжает в Россию. И ведь это не от избытка, как бы, не от какого-то бездумного отношения к ресурсам. Мы вкладываем всегда в то, что особенно дорого нам, что связано с нашим благочестием, с нашей молитвенной практикой, с нашими богослужениями. Поэтому то дело, которым вы здесь занимаетесь, это очень важное дело. И хотя вы производите материальные предметы, все это, то, чем вы занимаетесь, влияет на духовное состояние нашего народа. Поэтому я вас всегда прошу помнить о той великой ответственности, которая на вас лежит. Помимо того, что здесь существует хорошая система администрирования, важно, чтобы еще каждый человек трудился по совести, понимая, что своим трудом он помогает не только патриарху, не только архиереям, он народу нашему помогает становиться лучше, чище, светлее. Потому что именно на эти цели направлено служение Церкви. А вы своим трудом всячески этому содействуете. Вот я хотел бы пожелать Евгению Алексеевичу долгих лет жизни, но не просто обычных долгих лет, связанных с возрастом, творческих лет, силы, крепости, чтобы вы могли еще долго управлять этим производством, никогда не терять своей бдительности, своей осмотрительности, своей мудрости, своей способностью управлять большим коллективом и направлять его к добрым целям. Я хотел бы также пожелать, конечно, помощи Божьей всем вам, мои дорогие труженики Собжина. Мы ценим ваш труд, мы о нем знаем, мы восторгаемся часто тем, что мы видим. Когда мне приносят некоторые отдельные такие, особенно то, что называется, штучные произведения искусства, сделанные здесь в Софрино, то поражаешься тому художественному уровню, профессиональному уровню, с которым это все делается. Поэтому пусть Господь преклонит милость ко всем вам, благословит ваши семьи, ваших родных, близких, даст вам разумение и силы и крепость нести то служение, которое я считаю очень важным, нужным, особенно для современной церковной жизни. В знак моей признательности Евгению Алексеевичу в связи с его 75-летием просил бы огласить патриарший указ. Указом Святейшего Патриарха Московского Евсеяруси Кирилла во внимание к многолетним усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с 75-летием со дня рождения Пархаев Евгений Алексеевич, генеральный директор ООО художественно-производственное предприятие Софрино Русской Православной Церкви удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Андрея Конописца первой степени. Аксиос! 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 Ваше Святейшество, дорогой наш Отец и молитвенник наш. Я в круче делаю, что вы контролируете нас Я постоянно это чувствую При встречах Даже когда не бывает Я ощущаю ваш взгляд Вашу руку И вашу мудрость Спасибо вам большое, что вы Так правильно направляете Меня, а я соответственно Направляю всех Малейшее замечание, которое вы делаете мне Я непременно приезжаю утром Обязательно собираю народ И говорю Братцы, святейший сделал замечание Вы расстроили патриарха Вы расстроили отца Нашего маленького Зачем ему в голову забивать Такой маленькой юндой Что-то смялось, что-то почернело Что-то посинело Вы представляете Насколько у него все это надо И мы это допускаем порой Но мы все делаем Бывают технологии подвоем Только не человек Это какая-то технология Мы стараемся Мы справляемся И вы же видите Мы мудро все это делаем Под вашим чутким руководством Но сегодня праздник необычный Сегодня праздник Просто троица, да? Великая троица И святейший сегодня Молился в троице Северская лавра Уверен, что он за нас Там поднимал частиц Уверен Потому что всегда патриарха Нас помнит И нашел время Силы и мудрости Приехать к нам в Софрино И нас всех благословить Вася Север Ваш приезд Это Ну это надолго запомнится Ну это может не так часто Почаще приезжать Даже не на глинах Я понимаю Восстание тоже долго Может быть На какое-то время А? Покушать полгода, Род Дород Дород возмущается Так что это не мое Когда я говорю Когда поедем в Софрино Говорят Что это мне надоело Когда ехать У меня своих дел А ради вот эти люди Которые трудятся на всю Русскую церковь И только русскую На всю И зарубежную церковь Все приезжают Америка приезжает Все греки приезжают Если раньше мы ехали В Грецию И вот когда я помню Когда патриарх Пимен Я когда поставил Директора на меня Он сказал Я говорю Можно я поеду в Грецию Он зачем поеду Я говорю Ну надо поучиться Поскольку все архиереи Священники Едут в Грецию И там все покупают Пора это прекратить Он так посмотрел на меня Евгений Алексеевич Здесь Грецию надо Научиться надо В России Ты возьми книги Возьми старые храмы И оттуда все возьми И сделай так Как было у нас до революции Мы так и сделаем Мы поехали по храмам Мы взяли книги Исторические И все Сегодняшний день Я могу сказать Вы сами это видите Что Все то что вы даете Какой-то ремонт Вот даже ту По ноге Которую вы дали И были большим сомнением Что мы ее не сделаем А я сделаю А я сделаю Мы сейчас вам ручим Так что Любое Даже вот Даже как тут немножко было Народу было обидно Пошли в цехе Восельцев Вы прислали Зигдеябурга Облачение